итак всем привет новым зрителям подписчикам особенно привет спасибо за ваши подписки и так сегодняшнее видео посвящено моим токарным патроном самодельным них у меня три до них я доходил эволюции шла скажем так от этого это промежуточный поэтому это последний мой патрон который я сделал так начну наверное самого простого бич патрон который мне посоветовали сделать даже не только посоветовали а утверждали что он очень отличная штука и так далее после того как я опубликовал видео по этому патрону вот что я скажу вам на этот счет насчет бич патроны этого точить в общем-то и можно и хорошо давняя понравилось точить ну меня очень смущал один геморрой в нем вот эту заготовку отсюда вынимать то есть постоянно надо высверливать выбивать имеет очень не понравилось теряется слишком много времени тем более когда всю неделю работаешь а потом выходной тратишь на любимое дело ну честно скажу ну и опять же по диаметру нужно точно подгонять заготовку чтоб она была не сильно плотная ну чтоб забить ее можно было скажем так чтобы не выскочила и на середине обработки этой детали чтоб она не начала вибрировать играть и так далее ну в общем то я в нем точил вот и внутреннее точение видно да нормально проходит смотря какое дерево это акация довольно таки твердое дерево ну ничего работало но опять же в нем большую заготовку не поработаешь так а сделал я его легко и просто никаких токарей ничего вал у меня на 30 резьба на валу здесь еще распорная втулка стоит гайка на 30 подобрал трубу чтобы ну не то что плотно входило вообще чтобы гайка не уходила и запрессовал ее кувалдой просто положил на наковальную трубу кувалдой запрессовал и так как гайка ну вот на 30 гайка внутренний я забыл здесь по моему 46 подключена 46 она вот то есть когда она по ребрам зашла сюда она автоматически становится идеально ровная ну что ребра не режутся не ну понимаете да что я имею виду то есть она зашла ровно вот и когда я накрутил на вал показалось да действительно этот патрон он вращается без биения все нормально только вот единственный такой жирный плюс для меня в этом патроне то что короче вставлять и вынимать заготовку это геморрой на ней а так набил накрутил и тачи все нормально все пучком с ним разобрались дальше следующий мой патрон вот этот вот в прошлом видео я показывал рассказывал как его делать то есть берется труба уберется сначала шкив это я его сейчас разобрал потому что мне шкив этот нужен для другого дела шкив замерил он у меня 132 и как раз нашел трубу 132 тут даже видно на посадочное что я ее запрессовывал кувалдой забивал и потом в двух местах приварил на чугун приварил и вот у меня потом пришлось спиливать болгарка и он дальше от молотка не лопался ничего никуда короче он никуда мне ни разу не выскочил не делся и так как здесь на двигателе два ребра на шкиву то тоже при запрессовке хоть как бы вы не били с криво не криво все равно эта труба станет ровно но и прошлом видео вы на на если кто был если нет посмотрите мое другое видео надежный токарный патрон называется за два часа вот там видно что не бьет совсем единственное что по многочисленным комментариям умельцев я переделал вот эти вот зажимы у меня прошло видео было здесь каечки на 8 шпильки на 8 длиннющие торчали и мне много комментариев прилетело за то что береги руки сделать защиту и так далее просто я забыл в том видео сказать что я левша то есть если вы представляете как держит стамеску левша трудно с левой стороны залезть рукой в патрон то есть в эти вот торчащие болты которые торчат отсюда если как они у меня были длинные трудно короче я ни разу не залез даже сын у меня точит потихоньку 13 лет я его предупредил ничего ни разу он не в лес но все-таки послушала комментаторов решил переделать просверлил отверстие на 14 даже на 16 или на 15 здесь сделал гайки на 14 уже увеличил больше и приварил их внутрь то есть гайки были сначала здесь перестали здесь и это мне дало вот такое вот расстояние сколько сантиметра 3 чтобы болты ну как объяснить короче дальше болты к центру сходятся и теперь зажимая заготовку я где-то вот на пол сантиметра вот выкручиваю их замеряю расстояние какое мне надо примерно просто не как пить патрон точно до миллиметра примерно замеряю сколько мне надо то плюс минус 5 миллиметров это без разницы протачиваю край заготовки круглым делаю это если мне надо нет так я зажимаю сюда вот любую как вот я говорил хоть овальную короче необработанную древесину любую зажимаю и поджимаю и как раз вот эти вот пол сантиметра когда я зажимаю они скрадываются но смотрите если он вот уже пропал он по пальцам не ударит то еще можно зажимать но больше сантиметра я еще могу зажимать то есть 10 сантиметр здесь это два сантиметра зажмёт и также у меня к нему есть еще два комплекта болтов то есть подлинче и покороче но это самый короткий вернее есть подлинче есть чуть меньше случае когда я ставлю заготовку уже большую на 100 например то беру самые короткие болты вот эти же самые и закручиваю отсюда теперь смотрите сейчас вот болт появился например у меня заготовка полностью занимает это пространство затягивается он примерно до середины почти вот так вот то есть вот такой торчащий болт это ничего страшного но для меня я же как для левши ничего можно сюда резиновый ободок с камеры жигулевской любой легковушки там три резинки друг на друга и они уже никогда не ударят то есть если даже вы коснетесь по руке резина просто черканет и все и рефлектор на вы руку одернете ничего опасного не будет так с этим тоже разобрались ну вот такой патрон у меня прослужил дольше всего мне он понравился потому что в него можно зажимать заготовки любых размеров и и не надо обрабатывать предварительно то есть не надо точить сначала круг чтоб ставить любую заготовку треугольную квадратную какая есть какую нашли сразу чпок сюда и начали точить есть разобрались беру сюда подальше лишь бы не упал а теперь вот он мое последнее творение я как не знаю как его назвать цанговый не цанговый ну работает он по примеру цанги зажимает заготовку вот видео насчет зажатая не полностью я просто не затянул сюда уже надо круглые заготовки зажимать потому что как сказать короче если вы хотите чтобы плотно сидела вот если вот в этом патроне у меня здесь центр был без центра как-то чуть-чуть вибрировала деревяшки то здесь а даже центра нету внутри а просто вот так зажимал им сейчас я расскажу почему это происходит и никуда ее уже не вырвешь скорее вал согнешь чем ее вырвешь так что сразу разобрать до конструкцию расскажу его молоточек один удар и все говорю тоже цанга так устройство тут простое планшайба то есть может ну она толщиной но около сантиметра пускай десятка ладно две шайбы с десятки между собой соединенные распорками три распорки 1 2 3 сварены ну можно на болты посадить тут между ними гайки поставить показываю видно видно короче тут уже как фантазия и также сама ширина это тоже как у вас желание будет можно шире сделать то есть вот эти распорки длиннее сделать вот то есть получается планшайба здесь также отверстие можно просверлить нарезать в нем резьбу то есть в десятки резьбу нарежете не надо вот этой шейки обязательно как у меня вытачивать ее это я просто переживал что будет играть ни хрена она не играется нормально в десятки сверлится резьба которая будет накручиваться на вал дальше например вот это 100 если шайба 100 здесь у меня на 80 внутри то есть больше 80 я не смогу зажать но от 80 уже дальше вниз пошел и потом принцип такой что что кулачки так теперь дальше теперь между этими вот между вот этими вот распорками просверлены планшайбе отверстия 3 а в шайбе прорези почти до конца у меня ну чтобы короче как шпилька на 8 заходило отверстие на 10 шпилька на 8 чтобы свободный ход чтобы она играла больше по народу пропил это делаете чтобы ровно становилось шпилька так видно видно вот так вот она ровно становится и теперь в чем принцип так теперь теперь кулачки кулачки как они сделаны 8 шпилька дальше это я сделал из когтя электрики что лазают по столбам просто ну когда делал думал что надо лучше желательно сделать стальную поэтому сделал из стали вот такие полукруги три штуки кулачка этих но потом как оказалось я понял что тут обычную железную можно взять никакая деревяшка если например взять десятку восьмерку железа ну шайбу толстую разрезать например на три части то никакая деревяшка и не разогнет но я сделал стальную вот ровно приварена шпилька к нему то есть вдоль лежит шпилька приварена и теперь здесь косынка треугольная то есть здесь ровно на на шпильку ровно а здесь угол главное чтоб вот этот угол вот этот угол сделать три одинаковых косынки с одинаковым углом чтобы кулачки равномерно заходили чем выше больше сделаете вот этот угол вот этот вот сюда если выше косынка будет тем резче она у вас будет заходить не плавно вот у меня стоит это сейчас перед зажимом заготовки я поставил заготовку и теперь косынка давит его вниз кулачок чем больше будет угол тем больше будет надавливаться главное чтобы у вас вот это раз то вот здесь зазор вот это вот позволял играть шпильки то есть делаете на 12 будет еще ниже загибаться я уже не стал делать сделал на 10 все дальше тут уже меня тела нет просверливать у меня позволяет вот так вот все это уже край вот он зашел все кулачок ну это смотрите с 80 кулачок сжал ну примерно до 40 по моему на 45 и зажимал ну замерял до 40 зажимает то есть четыре сантиметра ну сюда желательно круглые заготовки то есть предварительно заготавливать вот это вот край чтоб зажать но зато поработал он у меня неплохо он и понравился все клёво всего отлично работало никаких эксцессов а снял я его потому что я осуществил свою такую маленькую мечту сейчас я вам ее покажу давно хотел и наконец таки я ее осуществил сейчас я камеру сниму покажу чем я теперь точу аточу и теперь вот этой штукой купил я себе наконец-таки токарный патрон на 160 на авито нашел и всего лишь за 3000 мне перепал патрон планшайба и еще и задний центр вращающийся и он не теперь позволяет вот такие вот бандура скажем так деревянные вытачивать то есть намного больше патрона смотрите и ничего все работает правда пришлось конечно бабку ставить вон какую но это вернее что нашел это баклуша с комбайна кукурузного было еще на нем размером где-то вот так да вот так вот такая вот и смотрел на ю тубе многие делают именно короткие бабки но мне все-таки показалось что подлиннее бабка будет лучше намного лучше сейчас у меня тут соединиться так на скорую руку и ты просто проверял его как он работает работает все хорошо теперь надо делать новую станину под него сделал пробку под масло перевела все нормально все работает даже сейчас вот сегодня минус 14 он заводится запросто так так наверно вот и все это я уже и так отвлекся и многие сейчас скорее всего зрители плюются потому что много роликов на ю тубе где воды льется немерено залежит посмотреть как делают токарный станок а на самом деле там чуть ли не всю жизнь рассказывает так что все я закругляюсь не буду вам надоедать это вот я вчера вытащил опять вода да пошла делаю по заказу цветочную полку под цвет но точные горшки лепестки это вот я вчера вытащила вот уже в токарном патроне из акации владелька клевенько все нравится и главное что нет вибрации никакой и поэтому я могу теперь подгонять детали очень точно то есть вот это заходит в эту вот эта деталь заходит в эту деталь очень плотно с под молотка когда все шлифуется я начну собирать я подозреваю что один раз забью и все я ее уже снять не смогу но это хорошо так ну все понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал я вас жду я вас уважаю своих подписчиков так что еще что еще все до новых встреч и опять же не обижайтесь что редко выходит видео потому что берегу всякую выкидывать я уже разучился прошли те времена все всем пока